Я приветствую всех зрителей телеканала Самарагис. Вы смотрите программу «Универсальный формат» в студии Юлии Север. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что вы можете к нам подключиться по телефону 202-11-22, задавать свои вопросы, передавать приветы, ну и ждать разыгрыша призов. Сегодня разыграем два билета в кинотеатр. За какой ответ вы получите такие замечательные подарки, узнаете чуть-чуть попозже. Ну а пока расскажу тему нашего эфира «Библия-ночь» 22 апреля в Самаре, ну не только в Самаре, во всех российских городах, наверное, прошла такая акция, очень замечательная акция, когда в библиотеке можно было сидеть, да, поздней-поздней-поздней ночи. И там не только можно было в тишине читать, но и были какие-то интересные мероприятия, даже шумные, возможно, гуляния. Как в Самаре прошла «Библия-ночь» узнаем сегодня, ну не буду я рассказывать все, расскажут, наверное, все наши гости. Итак, у нас в гостях, представлю всех поименно, будет сегодня многолюдно, это очень интересно, очень хорошо, потому что мы любим, когда у нас в студии много гостей. Итак, поименно Татьяна Верченко, заместитель директора Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Ну и, собственно говоря, рядышком с ней расположилась Галина Котляр, заведующая библиотекой филиала номер один. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первое, наверное, хочется спросить СМИПС, правильно, сокращенно, да, библиотечные системы, сколько филиалов вообще насчитывают, как давно Самарская библиотечная информационная система действует в Самаре? Если говорить про Самарскую муниципальную информационно-библиотечную систему, то она была создана, организована в 1986 году, не такая старая. А в ее состав входят 36 библиотек-филиалов, расположенных по всему городу от 116 километра до поселка Прибрежного. И во главе стоит у нас административный корпус такой, это Центральная городская библиотека имени Крупской. Вот как раз Центральная городская библиотека имени Крупской, она имеет более давнюю историю, была создана в 1922 году аж. Да, то есть на следующий год мы будем отмечать ей 95 лет. Ну, я думаю, мы наверняка увидимся на телеканале Самаргиз по такому замечательному случаю, потому что это действительно достойное мероприятие для Самары, да не только для Самары, но и для России. Потому что это очень интересная история, так понимаю, да, у вашей библиотеки, которую можно рассказать. Ну, давайте вернемся в Библионочи, 22 апреля. Во всех ли филиалах прошло? Что интересного было в самом основном филиале? Рассказывайте, пожалуйста. Вы знаете, Библионочи в Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе проходила в 12 филиалах. И охватывала, в том числе в Центральной городской библиотеке, конечно, и охватила все районы города, от 116, опять же, километра, и до поселка Запчениновка. То есть каждый желающий мог прийти на это мероприятие. Давайте немножечко расскажу, как проходила Библионочи в Центральной городской библиотеке. Расскажите, да. У каждого, я так понимаю, у каждого филиала была своя программа, так? То есть мы знаем, что 2016 год объявлено в России годом российского кино. И поэтому была такая обозначена общая тема – Библионочи. В Центральной городской библиотеке имени Крупской тема звучала как «Кино да и только». Название мероприятия звучало «Кино да и только». И каждый вошедший в библиотеку в этот вечер сразу попадал на такую импровизированную красную фестивальную дорожку и мог пройти по аллее звезд. Представьте, он стоящей звездой, да? Да. Были различные фотографии звезд российских всех времен. Затем он мог попасть на интерактивную площадку «Гримёрка» и почувствовать себя настоящим актёром, артистом, перевоплотившись в любой образ. Приняв любой образ актимурата. Это очень интересно. Да. Или мог попробовать себя в роли артиста и попытаться озвучить эпизод какого-нибудь известного фильма. Или наоборот, поучаствовать в конкурсе «Голос за кадром» и угадать голос известного актёра. Для наших маленьких зрителей весь вечер работал такой мастер-класс по рисунку и анимации. Ну, а для любителей серьёзного кино была организована встреча с морским киноведом Валерием Бондаренко. Все задавались ему вопросы. Встреча длилась два часа. Было очень интересно. Не отпускали, не отпускали вашего замечательного гостя. Хорошо. А как много человек пришло в библиотеку в эту ночь? Где-то около 200 человек было на нашем мероприятии. То есть достаточно. Большое и объёмное мероприятие, да. Библиотека еле вмещала в себя всех желающих. Ну, я так понимаю, что и юные читатели были, и достаточно взрослые, мудрые уже читатели, правильно? То есть были конкурсы, рассчитанные и на детей, и на среднего возраста, и мероприятия для взрослых наших посетителей. Галина Яковлевна, рассказывайте, пожалуйста, как у вас в филиале прошло это событие, библия ночи? Впервые ли, может быть, у вас в филиале или нет? Традиционно тоже уже это мероприятие у вас? Нет, это комплексное мероприятие. У нас тоже в традиции работы библиотеки. Наша библиотека имеет статус литературно-культурного центра, это уже давно. Также были наши афиши, наши персональные афиши нашего учреждения. Она выглядела так. Да, вы можете положить его на стол. Читай кино, как вам там удобно, читай кино. К этой акции мы активно готовились. У нас, вот здесь я принесла материалы. У нас буклеты были. То есть читатели знали заранее, да? Буклеты, закладки. У нас вообще весь микрорайон был задействован. Ну, наверное, даже я скажу более обширно. Это город был известен, извещен о том, что на нашей площадке будет это мероприятие. Но так как это крупная библиотека и крупная по структуре, библиотека одна из крупных библиотек в объединении по структуре. У нас три абонемента, два читальных зала и специальный зал литературно-музыкальной гостиной. Поэтому у нас ночь проходила на шести площадках. Шесть площадок. Поэтому мы работали, начали где-то полшестого для детей работать. Это было дефиле литературных героев. Дети были... Вот мы как раз видим, да, фотографии с мероприятий. Это наши фотографии, но это уже конец. Это когда певец Разин неожиданно оказался в нашем зале, и он вне программы у нас выступал. Ну, пусть у нас фотографии идут, а вы описываете, рассказываете. Дефиле литературных героев. Дети приготовили костюмы литературных героев. Они получали призы. Вот они вот тут. Вот здесь они стоят. Было кино-литературный круиз для детей. Это тоже очень, это самое, очень многочисленное мероприятие. Но в основном, я так понимаю, что дети, да, школьный возраст, нет? Нет, чтобы... У нас вообще было свыше трехсот посетителей нашей Библионочи. У нас приходили, вот начали мы с детей, а потом у нас были юноши, 70 человек юношей и 150 взрослых. Для юношей выступал коллектив нашего института культуры с постановкой поэта Серебряного века. И студенты с удовольствием присутствовали, задавали вопросы. Было очень интересное мероприятие. И потом они перешли на другую площадку, и уже у них там был бэкслэм. Это что такое? Интересно. Вот артисты как раз видно нашей Академии культуры. И, кстати, вот Академия культуры у нас присутствует в нашей программе уже третий год. Мы третий год проводим... Они такие верные союзники в этом деле. Третий год мы проводим это мероприятие, и третий год с приглашением учащихся института культуры. У нас для взрослых прошло две музыкальные программы. Это одна песня из кинофильмов, и у нас «Играй гармонь». У нас Кузнецов был. Это один в десятке лучших гармонистов страны. Вот видите? Вот видите? Как раз подтверждение ваших слов. Да, подтверждение прям сразу вот идет. Так что программы были... Мы пытались создать праздник. У нас, мне кажется, это получилось. Присутствовало у нас много. Нас посещала комиссия. Сказала, что мы достойно представили населению этот день. Хочу сказать, что мы, конечно, работаем по программам. У нас есть проекты. Вчера состоялся... Где задействованы библионочи тоже? У нас вчера в областной библиотеке состоялось мероприятие, вот презентация вот этого сборника. Ветераны Родины, народу и культуры. И здесь вот на 21-й странице представлен наш проект, как библиотека, литературно-культурный центр. Давайте, да, мы развернем это на камеру для наших телезрителей. Есть. Жизнь кипит в библиотеке. Жизнь кипит. В 16-м году у нас запущен интересный проект, посвященный как бы мировой культуре. Называется «Встреча с прекрасным». Ведет ее кандидат философских наук Каурова. Приготовили мы этот проект для смешанной аудитории, для юношей и для взрослых. Вначале мы считали, что сюда придет человек 20. Сейчас приходит в районе 80. Так что интересно и тем, и другим. И это будет продолжаться в следующий год. Есть у нас и другие проекты. Проекты для детей летнего чтения. Есть проект гостиной, литературно-музыкальной гостиной. Тоже для смешанной аудитории, для среднего возраста и пожилых людей. В общем, очень много интересного. Но я знаю, что на сайте СМИПС действительно очень хорошая, красочная афиша и новости. Все можно почитать, все можно ознакомиться. Приглашайте. Татьяна Викторовна, я так понимаю, что навряд ли «Библия ночи» выдохнули, провели это мероприятие и остались спокойны. Впереди наверняка еще очень много. К Дню Победы заготовлены наверняка. Есть что-нибудь? Вкратце давайте проносируем мероприятие. Да, конечно. 9 мая будет проходить у нас беспертный полк, как по всей России. Самарская центральная городская библиотека имени Крупской выступает площадкой, которая оказывает помощь нашему населению по учету, оцифровке фотографий памятных предков, чтобы каждый желающий мог участвовать в этом шествии полка. Чтобы с гордостью пронес фотографии своего родственника, который помог нам одержать победу. Правда, акция заканчивается, мы принимаем документы уже сегодня, последний день, 28 числа. Но продолжается другая акция «Победный май». Она бессрочная. И каждый желающий может принести какие-то документы военных лет. Это могут быть и письма, и фотографии, и какие-то военные документы. Обратиться можно как в Центральную городскую библиотеку имени Крупской, так и в любую из наших филиалов. Напоминаю, их 36 по всему городу. Ваши документы будут бережно оцифрованы, и в дальнейшем они станут основой для создания электронного портала, какого-то печатного издания. Может быть, войдут в цикл радиотелепередач, посвященных участию жителей нашего города и Самарской области в Великой Отечественной войне. Слушайте, это очень интересная акция, очень интересный проект. Думаю, все получится, и множество будет желающих, которые захотят... Желающих много. Уже, уже, да? Я представляю, конечно, это потому что большая-большая память и большая-большая честь, чтобы, опять же, о своем родственнике узнали многие жители не только нашего города, но и всей России. Так, ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо, что провели такие интересные мероприятия у себя в библиотеках. А что же сделали ваши коллеги, нам тоже интересно узнать. Но прежде давайте посмотрим с вами небольшой опрос жителей нашего города и вернемся в эту студию. Последнее, что прочитала, это Морсета Моэма «Луна и грош». Это очень... Притом, это первый Морэмон, который я у него прочитала. Да, конечно, помогает, очень много ответов. Любимый писатель Достоевский. А сейчас читаю больше литературу, связанную с непосредственной моей работой. Это должна стать инструкцией, инструкцией ЦБ, законы. Вы вообще считаете, книги способны ответить на вопросы какие-то такие жизненные? Думаю, да. Ну, конечно, книги помогают. Как же без них жить? Книги предпочитаем, наверное, больше ботанические, флористические, так как я ботаник сама по себе. Без книг у нас ни работа, ни жизнь никак не движется. Наверное, все-таки научные. И если вы читаете самую главную книгу, и вы ответите на этот вопрос сами, какая для вас самая главная книга, тогда это еще лучше, потому что вас не тянет на такие аферы. Да, ну, нам всегда помогают, на том, что всякие книги-то нам помогают. Ну, я вот когда книгу прочитаю, у меня в жизни возникают какие-то трудности. То есть то, что прочитанное было, мне это помогает. Да нет, я особо такие не читаю. Я вот журнальчики читаю, как у нас там на работе. А дома-то я никогда не читаю. Читаем много, помогает вообще. Люблю читать фантастику. Ну, вот вчера закончил читать Жюль Верна. Перечитал в детстве и решил еще раз перечитать книжку свою любимую. Ну, у меня воспоминания. Я очень много в детстве читал. Ну, и потом мне редко приходилось читать. Но я решил перечитать, у меня, в общем, воспоминания о детстве такие появились. Ну, какие-то ответы находишь на вопросы в книжках? Да нет, просто не интересно читать. Просто люблю это делать. Как прошла Библия Ночь в Самаре? Мы сегодня как раз разговариваем на эту тему. Кстати, вы можете выиграть билет в кино на двоих. Если ответите верно на мой вопрос, когда в России впервые прошла акция Библия Ночь? В России, напоминаю. 202-11-22. Телефон ждет ваших звонков. Мы с радостью ждем всех тех, кто, может быть, принимает участие в этой акции, расскажет нам, где провел Библия Ночь, в какой библиотеке, что прочитал, что увидел на этом мероприятии. Ну, и, конечно же, быть может, ответить на наш вопрос и получит два билета в кино. Ну, а я тем временем представляю наших следующих гостей. У нас в студии методист библиотеки филиал номер 8 Инна Емщикова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и рядом расположилась заведующая библиотека филиал номер 6 Татьяна Разумова. Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, как у вас в филиалах прошла Библия Ночь. Громко, интересно, либо действительно ночью пришли читать, либо почитали и так далее. Нет, у нас не спали. Не спали. Не спали ни в коем случае. Не давали вы уснуть. Не давали. Ну, рассказывайте, пожалуйста. Ну, у нас библиотека филиал больше молодежный, молодежный центр, и в эту ночь мы зажгли, можно так сказать. Началось у нас все с песочной анимации, волшебный песок, арт-студия. Мы их пригласили, и они нам помогли в проведении. Ребята могли попробовать себя в качестве аниматоров песочной техники и могли создавать потом, после прохождения мастер-класса, могли создавать свои шедевры и произведения. А зрители отгадывали, что же там такое было изображено. То есть песочная анимация, это очень интересно. У нас были в эфире, я лично сама с большим интересом наблюдала за этим искусством, наверное, потому что это очень-очень сложно и так успокаивает. Поэтому молодцы, что такому прекрасному приобщаете молодежь нашего города. Все это еще, естественно, сопровождается музыкой, это очень привлекает детей, молодежь, да и взрослые не проще попробовать в песочке-то поиграть. Попробовать вспомнить свое детство, ну и что-то создать, какой-то шедевр. А после того, как у нас прошла песочная анимация, она собрала очень много зрителей, все гостей пригласили в зал художественной литературы, где они могли свой интеллектуальный ум повысить, так скажем, свои способности показать и отгадывали все, что связано с темой кино. У нас было три блока, перевертыши, это название фильмов, мы перевернули, буквы переставили в словах. Вот, потом было у нас еще «Угадай мелодию», то есть известные песни из кинофильмов «Минусовки», они должны были назвать, из какого фильма, ну и какая песня. Ну и третье, это были у нас кадры из фильма, должны были назвать, какой фильм представлен. Так, ну давайте, вот у нас есть один киноман, к нам дозвонился уже в студию. Здравствуйте, как зовут? Да, здравствуйте, меня зовут Ян Георгий Станиславович. Вот так вот, здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, что больше любите, книги почитать или фильм посмотреть? Я книги почитаю лично. Вы книги? Ну, тогда наверняка знаете, когда в России впервые прошла акция «Библия-ночь». Ну, насколько мне известно, акция прошла первый раз в 1912 году. В 1912 году? Нет, в 2012. В 2012 году, но это действительно ближе к правде. Я вас поздравляю, да, 21 апреля в 2012 году состоялась первая «Библия-ночь», в этот год пятый, юбилейный для этой акции. Ну, я вас поздравляю, книги любите читать, теперь давайте фильм смотреть. Два билета в кино, кино и вертикаль достаются вам. Я думаю, то, что близкого, родного человека с собой возьмете и отправитесь на просмотр какого-нибудь интересного фильма. Спасибо большое вам за звонок. Вот так вот объединяются, да, все-таки книги и кино, это, наверное, очень-очень тесные грани, потому что много фильмов по книгам сняты, да. Хорошо. И в продолжении как раз вашего вот комментария, можно сказать, что далее у нас в зале отраслевой литературы мы проводили съемочную площадку «Сам себе режиссер». У нас, кстати, есть несколько видеокадров с этого мероприятия, да, со съемочной площадкой. Давайте с ним посмотрим. Давайте посмотрим, но вы комментируете, что за кадры, какой сценарий фильма был. Вот мы видим, да, как раз. Да. Дело в том, что мы решили к 9 мая, как раз ко дню Победы, поставить Казакевича, звезду, и ребята читали именно кино. То есть не книгу, а именно кино читали. Своё прочтение и видео показывали. Они настолько вошли в роль, что их невозможно было оторвать. Самые, так скажем, смелые, активные ребята стали героями, которых вы видите на экране, а более творческие и креативные, они выступали в роли режиссёра. Режиссёр-сценаристы, режиссёры-постановщики. Но всё было очень здорово и интересно. А в итоге что получится с этих... В итоге получится, мы решили снять буктрейлер на книгу Казакевича «Звезда», одноимённый пояс, ну и на одноимённый фильм. То есть всё это там смонтируется, получится конкретный видеополит. Да, и на нашем сайте ВКонтакте, в нашей группе «Библиолаб 2015» вы можете это увидеть, продукт готовый. Слушайте, ну интересно, мне даже самое интересно посмотреть, я представляю, как интересно посмотреть тем, кто выступил в качестве режиссёров, звукорежиссёров, ну и актёров, конечно. Ну у нас также ещё в эту «Библионочь» продолжался мастер-класс по гриму. Член Союза художников Нагнебеда Александра... Нагнебеда Надежда Александровна преподносила уроки по аквагриму, по созданию аквагрима. Тоже было... выстроилась целая очередь. А студенты Института культуры показывали мастер-класс по шаржам. Составляли карикатуры, шаржи на всех желающих. Тоже очередь была очень большая. Слушайте, ну насыщенная программа, конечно, здесь не заснёшь, это уж точно. Никакая ночь здесь не поможет заснать. Да, но у нас ещё был коронный номер, у нас 8 часов вечера в 20.00. Состоялась онлайн-встреча с Ником Перумовым. Кто не знает, Ник Даниилович, Николай Даниилович Перумов. Это известный фантаст, писатель. Сейчас он проживает в Соединённых Штатах Америки, ну и вышел с нами на связь, чему мы были очень рады. Слушайте, программа всё не заканчивается. Я думаю, что вот-вот здесь конец уже программы. Нет, у нас ещё были различные мероприятия и шоу, которые... Всё это в одну ночь. И всё это в одну ночь, да. Ну, было более 150 человек у нас в библиотеке. Разный возраст, там дети до 14 лет, взрослые, молодёжь. Было много гостей и много желающих проявить себя, так скажем, показать себя. Ну и просто интересно провести время, потому что Библия-ночь, она не каждую ночь. Она не каждую ночь, да. Это события, наверное, все, кто любительницы, любители книг, ждут с нетерпением. Не только любители книг, но и просто любители мероприятий интересных. Так, Татьяна Евгеньевна, рассказывайте, пожалуйста, чем вы удивляли в своём железнодорожном районе, правильно? Там же находится, Швилел. Правильно. Моя библиотека находится в железнодорожном районе. Вот что я хотела сказать. 2012 год. Мы уже назвали эту цифру. Впервые прошла всероссийская акция «Библия-ночь». Ну и сейчас уже можно говорить, что она превратилась уже в настоящий фестиваль чтения. И даже, может быть, возникнет вопрос, столько много форм разнообразных, каким образом это относится к чтению. Но это однозначно, что книга в центре внимания всех наших мероприятий. Книга, любители чтения, те, кто только хотят ещё приобщиться к библиотеке. И всё-всё крутится вокруг этого. Ну вот получилось так, что в нашей библиотеке впервые «Библия-ночь» прошла в 2011 году, ещё не зная о том, что это будет всероссийская акция, впоследствии. Предвидели практически. Мы в августе 2011 года подготовили мероприятие, которое называлось «Праздник-сюрприз» для читателей детского абонемента всё лето, которое провели в библиотеке дети. И когда впервые в 2011 году я подготовила эту ночь, я была до такой степени очарована вообще вот этим мероприятием, ещё не зная о том, что оно будет потом таким громоздким, не громоздким, неправильное слово, таким ярким и масштабным во всей стране. И я увидела тогда уже, какой огромный интерес вызывает оно у наших пользователей. Уже тогда с нетерпением ждали читатели новых таких вот креативных форм, внедрения форм других каких-то сфер в библиотечную. И после этого уже ни одного года не было, чтобы дети не прибегали, и взрослые не приходили, не спрашивали, когда же ночь, когда же ночь. И естественно, что для профессионалов это тоже очень важный интерес со стороны пользователей, потому что чем выше интерес, тем больше мы оттачиваем свой профессионализм. И я вот вижу на себе уже с 2011 года участвуя, насколько становится всё более ярким, красочным. А надо же придумывать каждый раз новую программу. Да, ты же каждый год хочешь новое что-то сделать, что-то удивить заново своих вот любимых читателей. Начиналось у нас с сумерков, потому что у нас большой есть детский абонемент. Сейчас уже вот последняя наша ночь, арт-ночь перевоплощений, она уже была и для детей, и для подростков, и для взрослых. И, конечно же, не то, что мы вот прям как-то зовём или специально тянем кого-то к себе. Конечно, взрослые идут за своими детьми, это какая-то наша даже хитрость. То есть подростки, которые не очень-то сейчас предпочитают другие гаджеты, да, вот именно этот формат их очень устраивает и очень привлекает. Потому что когда тишина должна быть в библиотеке, да, это немножечко, быть может, пугает молодёжь. А когда можно пошуметь немножко, весело провести время в библиотеке, в том месте, где вроде бы нужно держать тишину. Но мы, конечно, тут не теряемся. И эту категорию возрастную мы вот в этом году привлекли в роли волонтёров. В роли волонтёров выступил отряд, волонтёрский отряд 59-й школы нашего железнодорожного района. И ребята, вот они вели мастер-класс по аквагриму. Две вот девочки, они занимаются в художественной школе. Вот. Помогали в других площадках и вообще... У нас как раз есть фотографии, которые, да, дублируют, принесённые вами. У нас через зрители могут увидеть всё. Здесь вот мы с вами как раз видим площадку арт-йога. Как раз вопрос о том, что, допустим, вот арт-йога, как она относится к библиотеке, к книге. Очень всё, что ни возьми, всё берёт своё начало в книге, в знаниях, в библиотеке. И вот, конечно, гвоздём программы была встреча с художницей Натальей Кузьминой, которую мы пригласили. Она любезно согласилась и представила свою выставку работ. Ребята, конечно, очень любят такой формат встречи с живыми, талантливыми людьми. Не на картинке, а вот именно общение. Она провела мастер-класс по шаржу. Конечно, это тоже было изумительно, потому что для детей, как никакой другой вид, искусство шарж для них очень интересен. Она сама показала, как рисовать шарж и пригласила несколько желающих. Это вот мы видим мастер-класс по скраббукингу. Тоже очень большой интерес вызвало у ребят. Такие интересные работы они сделали именно в тематике кино. И сотрудник детского абонемента Ирина Александровна, она сама увлекается этим видом искусства и, естественно, приобщает детей. Такую идею она интересную преподнесла. Каждую отдельную работу, которую участник сделал, мы преобразовали в большое поле такое кадров. И получился как диафильм. Назывался он «Наш Яролаж». Для взрослых, вот это мы смотрим с вами, это пример арт аквагрима. Аквагрима и дети и взрослые выставку восприняли на ура. Вот сейчас мы с вами видим выставку. Вот хорошие работы как раз касательно киноиндустрии были. У нее много актеров она рисует. И каких-то героев и фильмов и книг. Вот мы видели там Абурати, персонажи. В общем, вы знаете, с каждым годом ночь становится все интереснее, динамичнее и все больше привлекает к себе внимание наших пользователей. Уже дошло, конечно, до такой степени, что 165 участников, 5 мероприятий мы готовили в рамках ночи, вот наш филиал. Наш филиал небольшой, я сразу скажу, небольшой. И, конечно, вот такое количество людей в этом году, хитрость мы такую, что по часам мероприятия разделили. Только так получилось принять вот это количество людей. А 165 человек принять в помещении в один раз, конечно, невозможно. Это отрадно, это очень отрадно. Это очень нас радует. Люди приближаются к культуре, люди близ, и, между прочим, разных возрастов, как вы говорите, да, и маленькие дети, и уже молодежь, и взрослые за детьми тянутся. Это очень отрадно. И самое главное юношество, которое вот очень трудно какими-то, например, насильными мерами куда-то позвать. Да, там такой характер у всех. Это только сам человек должен прийти, раскрыться и полюбить библиотеку. Полюбить библиотеку. Но я надеюсь, что вы как раз этой цели достигли. Вам спасибо большое за участие в нашем эфире. Я так понимаю, что тоже у вас жизнь кипит в ваших филиалах. Все, конечно, можно посмотреть на общем сайте, где-то что-то посмотреть, какие-то новости, какие-то афиши. Спасибо большое вам за ваше дело. Ну что ж, ну а мы смотрим, за что же любит русский язык жители нашего города. Очень интересный вопрос. Ну, не менее интересные ответы нам поступили. Русский язык, он вообще самый красивый язык. Иностранцы его считают самым певучим языком. Мы много окаем, акаем, все рассягиваем. Особенно китайцы. Вот. Мне кажется, русский язык, он прекрасен. И он богат настолько разными словами. Это... У меня, конечно, лексикон ограничен сидеть в данный момент. С испугу так. Но мне кажется, он потрясающий просто. Я считаю его сложным. Я считаю его родным. А сказать прям, люблю ли я русский язык или нет, это невозможно. Он просто есть. Люблю я. Я сама русская. Люблю. Я родилась здесь, в Самаре. Уйдешь еще. Люблю русский язык. А скажите, вот многие считают его очень сложным. Вы поддерживаете это мнение? Да нет. Почему? У меня по-русски пятерки, четверки были, я в школе училась. Ну, у меня очень хорошая преподавательница была по-русскому языку. Поэтому... Классная руководительница. Поэтому я, в принципе, всегда любил его. И иногда пользуюсь ее советами, которые она нам давала. Но считаешь ли его сложным? Вот многие говорят, иностранцы, что русский язык очень сложный. Там много слов-исключений. Вот про это можешь нам как-то рассказать? А кто сказал, что будет легко? С русским языком нет. Никогда не было, не будет, думаю, проблем у русских. Русский язык самый чудесный, самый замечательный. Лучше его не придумаешь. Да, я люблю. У меня прямой пятерки. Да, у меня тоже. А диктанты пишете все правильно? Да, хорошо. Особенно словарные слова. Русский язык – это родной язык. Так как мы все патриоты, мы его любим. Тут особо выбора нет. Поэтому, да, любим. Сложным, при том, сколько не читаю. Почему-то я все равно пишу безграмотно. Но вообще, ну не страшно. Но он очень красивый язык. Ну и как бы, наверное, я об этом не задумывалась, потому что... Но с детства это родной язык. Ну да, я, правда, не думала об этом. Интересен тем, что... Очень много слов, которые иностранцы не понимают. Так как для нас достаточно они, ну, в обиходной жизни, в обиходе просты, понятны. И значения слов достаточно разнообразны. Да нет, наверное, да? Да нет, наверное, да. Совершенно верно. 202-11-22. Этот номер телефона осознан для того, чтобы вы к нам позвонили, задали свои вопросы. Но если я вас не опередила и свои вопросы, которые вам, интересно, не задала, уже первый. Так, ну давайте буду представлять нашу третью тройку наших гостей. Итак, у нас Валентина Чуваева, библиотекарь филиала номер 34. Здравствуйте. Следом сидит Татьяна Богатырева, заведующая библиотекой филиала номер 21. Здравствуйте. Ну и Татьяна Баранчикова, заведующая библиотекой филиала номер 15. Здравствуйте. Ну, вопрос, собственно говоря, одинаковый ко всем. Как у вас прошла библия ночи? Интересного, что было, какие сюрпризы готовили для ваших читателей, для ваших посетителей? Ну, с кого начнем? Давайте 34-й филиал, отчитывайтесь. Куйбышевский район, так правильно? Куйбышевский район, 116-й. Мероприятие у нас прошло круто. Вообще, мы проводим библионочь третий раз, и каждый раз стараемся удивлять своих любимых читателей, и не только. Мы каждый раз меняем площадку в своем филиале. То есть, когда к нам приходят на библионочи, они удивляются. Они привыкают, допустим, что проходят у нас какие-то мероприятия, спектакли в одном месте. В следующий раз в другом месте. То есть, это все очень интересно. Так вот, в этом году мы попробовали вот что. Поскольку тема звучит, как читаем кино, мы пошли немного дальше и сделали некий кинорейс. То есть, каждый, приходя к нам, он одевал тельняшку или что-то такое полосатое. То есть, у нас была морская вечеринка. Приходили молодые люди, подростки, взрослые, и попадали на корабль. И у нас были такие причалы. То есть, наша библионочь в этом году начиналась с двух часов дня. То есть, сначала прошли подростки, они поиграли, посмотрели разные спектакли, посмотрели разные интересные викторины, которые мы предложили. Выставки у нас очень интересные были. Каждый уголок был обыгран. Были книги, были фильмы. Было все очень весело и интересно. Мы как раз видим, да, Нептуна, корабль. Да, это была кульминация нашего вечера. То есть, под финал у нас появился царь Мария Океанов. Нептун провел интересную киновекторину. Я сама была в образе русалочки. То есть, все вообще приходили, в принципе, на вечеринку к русалочке. Это днем. У нас были видеоклипы из фильмов разных, там, «Человек-амфибия» и так далее. То есть, вот такая была морская тематика. Да, морская тематика. Интересное мероприятие было чем? Что было очень много подростков, которые сами развлекались. То есть, у нас был профессиональный фотограф, который на фоне морского заката мог предложить сфотографироваться так или иначе. У нас была пиратка, которая гадала по книге. У нас был шеф-повар одного ресторана, который нам готовил средиземноморскую кухню. То есть, любители могли попробовать покрутить роллы и сами же их потом съесть. То есть, было очень весело, динамично. С двух часов где-то до одиннадцати ночи библиотека гудела. Ну, правильнее, наверное, назвать это «Библио сумерки». Но это еще не все. Мы не останавливаемся. То есть, «Библионочь» прошла, мы вздохнули. Потом 9 мая у нас будет в Кубшском районе мероприятие совместное с Дворцом культуры нефтяников. И мы можем пригласить всех желающих и ваш телеканал на наши грандиозные выставки. У нас 27 мая будет «Майкап», то есть выставка по «Майкапу». Будет приглашен, опять же, человек, который будет это все нам показывать, рассказывать. А 24 мая, в 34-м филиале, день рождения, нам 70 лет нашему филиалю, тоже будет грандиозный праздник, интересные гости, юмористические всякие штуки. Приходите к нам в гости. Хорошо, спасибо большое. Так, Татьяна Анатольевна, рассказывайте, пожалуйста, чем вы удивляли в своем филиале? Мы удивляли тем, что мы библиотека семейного чтения. И вот «От ноля плюс до бесконечности» — это все наши любимые читатели, которых мы всегда ждем. И действительно так получилось, что действительно «От ноля плюс» первый читатель к нам на колясочке приехал, которому всего лишь на всего полгода исполнилось. Ух ты, как интересно! Поэтому при таком большом количестве детей у нас, конечно же, началось все с «Библио сумерок». У нас это традиционно, мы четвертый год участвуем в этой замечательной акции «Библионочь». И вот каждый раз мы начинаем с «Библио сумерек», когда к нам приходят самые маленькие читатели. Самым маленьким читателям, конечно, что интересно? Привычное понятие о библиотеке — тишина, все сидят, читают книжки, нельзя шуметь, нельзя разговаривать. Так вот «Библионочь» можно все. Можно шуметь, можно прыгать, можно бегать. В этом году мы, вот два героя главных — кино и книга, мы пошли с экрана, книжка, сходящая к нам с экрана, то есть с экранизацией произведений. Детишки у нас посетили мульт-павильон, то есть у нас была такая импровизированная киностудия. Мульт-павильон рассказал им о мультиках. Естественно, побегали, попрыгали, и кот в сапогах, и цветик, и семицветик. Но что самое главное, отличились, призы должны были получить. И вот тут был сюрприз для детей, когда эти призы были украдены. Ух ты! У вас там целая... Как известно, у нас самое лучшее средство от жуликов — это привидение. Ага! Да. Все помнят этого дикого и симпатичного. Да, привидение. То есть Карлсона. И вот во главе с этим Карлсоном мы и путешествовали в библиотеке с шумом, гамом, воем. Причем, что самое интересное, детям разрешало заходить везде. Не было никаких закрытых помещений, то есть все, что угодно. Долго искали призы, нашли. Оказалось, дома мучительница, Фрэкенбок их украла. Ах, вот она какая вредная! В восторгу детей, конечно, не было предела. И завершилось все это таким мультпарадом, когда были представлены герои любимых мультиков. Затем это все вот так вот постепенно по возрасту, по нарастанию возрасту. Подростки отличились у нас в разгадывании мелодий. Вот мы видим, как раз, привидение симпатичное. Да, это как раз то самое дикое и симпатичное привидение. Это наша знаменитая Фрэкенбок. Дома мучительница, которая очень не хотела отдавать призы. Очень хорошее настроение у ребятишек, когда разгадывали музыкальные вопросы. У нас есть один из четырех в городе нотно-музыкальных отделов. Это сейчас у нас большая редкость в Самаре. И вот как раз нотно-музыкальный представил и музыкальную викторину. И в тот момент, когда дети бегали по библиотеке, их родители могли посетить мастер-класс. Вот, кстати, замечательный первый читатель. Это даже не библио «Сумерки», это уже библио «Утро», скажем так. И вот была представлена модель. Библио «Сутки» у вас были, да? Библио «Сутки», да. «Сутки», это замечательная модель в 60-х, которую представили наши парикмахер и визажист. Ну и, соответственно, все... Вот вам еще одна, пожалуйста, колясочка. Подтверждение вашего слова. Будущий наш читатель в обязательном порядке. Читатель, который еще не умеет читать, но обязательно научится. Но уже в библиотеке. Но уже приучается к этому. Да. Пока родители занимались макияжем, дети с большим энтузиазмом строили города из лего. Как видите, уже даже родители заразились этим делом, и они к этому подключились. Совершенно нельзя было это занятие прекратить, настолько это было интересно. Прям целые горы, целые города, действительно. Да, египетские пирамиды. Ну, а для взрослых был сюрприз. К нам пришел певец Николай Иванович Пижамо. Это живой голос, исполнявший нам песни из любимых советских фильмов, которые уже стали просто символом того поколения, которые сошли на экраны, уже просто живут среди нас. И это большим. Большой. Хорошей, красивой, завершающей точкой. Да, ну и вот вам понравилось. Мне понравилось даже по фотографиям уже. Хорошо, Татьяна Ивановна, рассказывайте, пожалуйста, о вашей «Библионочи», «Библиосуборки», «Библиосутки», как мы выясняем, да, все было. Ну, подводя итоги всероссийской акции «Библионочи-2016», мне хочется сказать, что названа она «Читай кино» совершенно не случайно. 210 лет тому назад, а именно 4 мая 1896 года, состоялся первый кинопоказ в парке, который называется «Акварель». Это было в Санкт-Петербурге. И в связи с этим наш президент объявил 2016 год годом кино. Годом кино, да, действительно. Поэтому мы просто так не сидели в библиотеках, а готовили заранее. Мы нашли наших партнеров, которые пришли к нам на «Библионочь». Вы видите, в каком количестве. Это одна из площадок, которая называлась у нас «В путешествии в мир кино». Здесь мы познакомили наших читателей с историей кино, с историей российского кино, рассказали о интересных фактах кино и, конечно, представили те фильмы, которые заслуживают особого внимания. Это те фильмы, которые имеют премию «Оскар». А у нас в стране их немало. Первый фильм 1942 года – «Разгром немецко-фашистских оккупантов под Москвой». И следом в 1944 году фильм режиссера Донского «Радуга». Ну и, конечно, фильм «Утомленное солнцем», фильм «Война и мир». А в 2000 году знаменитый фильм режиссера Александра Петрова, созданный по роману Хемингуэя «Старик и море». Вот этот фильм мы также показали нашим читателям, потому что он очень интересен тем, что здесь новые формы использованы. Краска по стеклу не только кисточкой, но еще и пальцами. Вторая площадка у нас была для юношества, где мы рассказывали о самарской киномане. И, конечно, рассказывали о тех фильмах, которые были сняты у нас в Самаре. «Тимур и его команда», «Елки-3», «Тревожные ночи в Самаре». Конечно, обо всем этом они узнали. Я думаю, что им было интересно. С этого года в нашей библиотеке работает абонемент выходного дня, который тоже как бы в рамках года кино. Поэтому третья площадка у нас была для родителей с детьми на детском абонементе, где мы отметили, можно сказать, в эту библионочь 50-летие произведения Эдуарда Успенского «Крокодил Гена». И, конечно, показали мультфильмы. Это было так весело, так интересно детям, что потом все вместе с родителями пели песни из этих добрых мультфильмов. Состоялся у нас мастер-класс, когда мы могли вместе с детьми бумажной пластикой создать героев мультфильмов. У нас были и лягушки, и чебурашки. У вас тоже был семейный день. Да, был семейный день, потому что были и подростки, и дети, и взрослые, и все категории читателей. Однако мне еще хочется сказать, что у нас работала площадка, выставка «Кроссворд». Она была настолько интересной, и вот если вы еще раз покажете… Мы уже не можем, потому что у нас остается буквально считанные секунды до конца нашего эфира. Мы понимаем, что действительно все было очень интересно, очень насыщенно, и даже нашего эфира не хватает для того, чтобы рассказать все ваши мероприятия, все ваши интересные события. Спасибо вам большое. Была программа «Универсальный формат» с вами. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»